Ребята, всем привет! Новый день, новый влог начинается с того же самого места, это точка, где я уже привела себя в порядок, только не поела. Да что ж такое, у меня склеивается ресница. Сижу, читаю комментарии под предыдущим влогом, первым днём недели влогов, и это просто жесть. Я сказала в прошлом видео, что типа Карина с Катей нагнали на меня то, что я плохо оделась, то, что у меня не очень лук подходящий, и он типа в стиле BDSM. Я это сказала, сказала, что вы меня бесите, сказала Карине, что она выглядит сама как бабушка, мы друг друга, ну типа добрым словом назвали, посмеялись с этого, но люди-то всё, они начали писать негатив. Я не понимаю, как это работает, почему вы не можете просто сказать, типа Юлька, забей, у тебя классный стиль, классный лук, зачем при этом говорить там какие-то плохие вещи про другого человека? Понятное дело, там в комментариях кто-то пишет, что типа, ой, да ты лучше там что-то одеваешься, ещё что-то, у всех разный вкус в одежде, у всех разный стиль, и ну типа, блин, мне абсолютно всё равно. Я считаю там, что я лучше одеваюсь, ну как бы, хотя мне и стиль Карины тоже нравится. Ну как бы, может быть, не все образы, так же, как и ей, не все мои образы, но типа мы к этому так спокойно относимся, но почему-то люди очень часто как-то всё прям очень в негатив какой-то ой, это мне непонятно, это зачем? У меня тут лежит Вивьена, что она без мамы жить не может. Да, Вивьена? Да? Да? Короче, я просто в восторге от того, как я начала укладывать волосы, можно сказать, что я так делаю второй раз за последнюю неделю, и мне очень это нравится, просто восхитительно. Я укладываю волосы, получается, сразу помыла голову, беру круглую расческу, вот так вот, и сушу, и вытягиваю, они как бы смотрят от лица. Мне кажется, это выглядит максимально красиво, ухоженно, намного лучше, чем когда просто тупо прямые волосы, которые смотрят вниз. Они у меня сейчас ещё после процедуры счастья для волос, поэтому они такие прям, ну, чувствуются, что очень хорошие, очень приятные, такие, легко расчесываются, идеально. Сейчас ко мне едет Карина, да, второй день подряд мы с ней проведём вместе, она ко мне должна приехать сейчас в гости, чтобы помочь мне кое-что отключиться. От партнёрской программы на ютюбе, я к этому долго шла, отключиться хочу просто, потому что не чувствую нужды в партнёрской программе. Раньше я там очень много лет, раньше я чувствовала какую-то нужду, сейчас уже я в этом не чувствую, поэтому я пытаюсь это сделать уже месяц, и у меня последнее недопонимание, как это сделать. Карина уже давно отключилась, поэтому я хочу, чтобы она помогла мне это сделать раз и навсегда. Да, суть заключается в том, что, например, даже денежка, которую я зарабатываю с просмотров на ютюбе, она будет идти ко мне полностью вся, потому что партнёрская программа также забирает процент, просто у всех блогеров он разный. Не могу сказать, что у меня какой-то большой процент забирает партнёрская программа, но всё-таки это тоже деньги. И я думаю, типа, за что? Ну, типа, я понимаю истории с рекламными агентствами, когда они берут процент за то, что они общаются с клиентами, с рекламодателями, оформляют договора. Когда какие-то, ну, постоянно идёт общение, коннект, ищут рекламодатели, находят каких-то там, приводят бренды и так далее. То есть тут понятно, за что отдаёшь процент. На ютюбе непонятно мне, поэтому я хочу отключиться от этого всего дела. Так что сейчас едет ко мне Карина, а я заказала Burger King. Я решила в неделе влогов не скрывать, что я жру. Вчера я ела McDonald's, сегодня я буду кушать Burger King. Ну, а что? А что? Надо просто потом заехать в магазин, купить хлеба, чтобы была возможность хотя бы сделать омлет, с хлебушком поесть, потому что у нас хлеба даже дома нет. Ужасно. Я просто последние два дня или три дня даже вообще не садилась за руль. Вчера мы с Кариной катались вместе на её машине. Так что вот, смотрю. В принципе, логично пишет человек. Девочка пишет, Карина, которая не умеет подбирать вещи, типа, обосрала Юлю. Ну, как бы, блин, жёстко звучит обосрала, она просто сказала, что, типа, это не очень, как бы, подходит и выглядит странно. Комментарий к этому комментарию. Да, блин, кто на мероприятие Диор надевает уги и гетры и джинсы скини голубые? Это не вина Карины, это Юля не смогла правильно подобрать лук. У Юли своя голова на плечах есть, хватит на Карину гнать. Согласна полностью. Просто, когда у меня было два выбора, два лука, чёрный весь кожаный или, типа, джинсы, да, возможно, туда бы больше подошли чёрные вот эти ботинки кожаные длинные. Но я такая, типа, не хочу. Я говорю, у меня было такое настроение. Да мне на самом деле, да боже мой, да почему я обязана это столько раз говорить? Я уже в Телеграме об этом все кружочки прожужжала, что мне всё равно. Я не чувствовала себя бомжикой, я реально. Бывает, я расстраиваюсь, если я прихожу на мероприятие, и я вижу, что я не очень как-то оделась в тему. Но вчера мне было так нормально. Я вам клянусь, там некоторые люди пришли так, что я просто выглядела очень нарядно, даже со своими инуиками, которые выглядят просто большими ботинками. Там не было определённого дресс-кода. Там каждый пришёл как попало. Поэтому, если бы там все были в шикарных платьях на каблуках, там были такие люди, но их было мало. Если бы все пришли в шикарных платьях, костюмах на каблуках, наверное, я бы чувствовала себя странно. Но там некоторые люди приходили очень по-разному, поэтому я себя не чувствовала плохо. Я чувствовала себя... Знаете, некоторые люди делают так, вот типа, чем круче звезда, чем ты выше, чем ты значимее, тем хуже ты можешь одеться на мероприятие, потому что... Потому что... Потому что пофиг вообще. Мне не пофиг, но просто я вот как бы так пришла и пришла. Всё, это, блин, вообще можно закрыть тему. Это вообще даже неинтересно это обсуждать. Так, жрать хочу как собака. Так что не знаю, ребят, зачем так заострять внимание на каких-то там этих самых... Честно говоря, Лук Юли на мероприятии ужасен. Он больше просто для повседневной жизни. Просто не тот наряд для такого мероприятия. Окей, я согласна, это выглядело странно. И суть в том, что это тупо, потому что то, в чем я собиралась вначале пойти, выглядело бы просто офигенно. Я бы просто выглядела богиней мероприятия. То, в чем я настаивала, говорю, я пойду в этом, я пойду в этом. Так что, да, потом просто мне Карина скинула, что там, типа, смарт-кэжуал, это, типа, другая одежда, и, типа, она должна быть более повседневной. Давайте погуглим, что такое смарт-кэжуал. Смарт-кэжуал. Как вы могли догадаться, я не модница, я не разбираюсь. Вот, смарт-кэжуал. Да, может быть, не... Может быть, не это самое, но... Посмотрите, как это выглядит. Вот он, смарт-кэжуал. То есть, по сути, мне надо было просто обувь другую подобрать, а, в принципе, все остальное у меня было норм. В принципе, у меня были джинсы, да, может, не брюки, но вот тут джинсы тоже носят. У меня были джинсы. Рубашка. Просто у меня инуики были. Вот единственное, что не в тему. А еще у нас кто-то в доме купил гитару и с 9 утра играет. Слава сходил в итоге в Бургер Кинг. Курьер где-то... где-то. Мне кажется, их просто не хватает из-за того, что плохая погода. Никто не хочет уходить из дома, и все заказывают, и поэтому вот так. Ну да, наверное. Так, с чего начнем? Ты будешь просто сидеть и смотреть, как я это ел. Это невкусно. Ой, жизнь не меняется, да, мои хорошие? Ты же ела что-то дома? Я завтракала, да, но я уже голодная. Но мы с тобой выйдем, когда я что-нибудь поем. Типа заедем куда-нибудь? Зайдем? Это все ватрули. Ну да, мы сейчас ватруем, собираемся. Ну, мне рассказать нечего. Как это нечего? Ты должна сказать всем, что ты наконец-таки сделала этот шаг, который ты должна была сделать еще. Ну, скажи, какая бы выживать? Ялка, Юля? Юля вышла из партнерской сети Йола. И я ее с этим поздравляю. Я сделала этот шаг где-то полгода-год назад. И меня надомил Оск, я надомила Юлю. И такой цепной реакции я вообще хочу оттуда забрать всех. Извините, Йола, но действительно я как бы не любила и не была благодарна им за все годы. Считаю, что это абсолютно бессмысленная была трата денег. Ну, точнее, даже не трата денег. Мы отчисляли им процент за выплаты. И ты вообще рассказывала про эту всю систему? Ну, примерно. Ну, просто кратко. Ну, короче, суть в том, что мы платим им процент за то, что снимаем... Нет, я даже не знаю, как это сказать вообще. Короче, то, что мы отчисляли процент, это абсолютно было не нужно, потому что ничего нам Йола не предоставляла из того, что как бы стоило того, что платить им процент. Мы просто платили им процент, потому что не знали, что можно не платить процент и подключиться напрямую к ютуберской партнерской программе. И, кстати, мне кажется, помнишь, вот эти все поездки Кати Клэп в Париж, в Лондон, то, что они ездили? Я думала, почему нас не зовут? Ну, мы тоже, типа, у нас там миллион, у тебя вообще там куча... Сколько? Два с половиной? Это же очень много, правильно? Почему не берут? А многие не берут. По-моему, даже миллион чужого брали, я не помню. Может быть, я ошибаюсь. Ну, короче. Ну, короче, я просто знаю одну историю, почему конкретно меня тоже не звали на такие поездки. Так я тебе говорю, потому что мы были подключены к ютуберской. Нет, а я тебе говорю про другую историю. Ну-ка. Мне рассказывали так, не помню кто, но кто-то, кто, типа, реально знает. И мне сказали, что меня не звали, потому что у меня раньше был менеджер, которого очень не любит гугл, что-то такое, и, типа, поэтому они не хотели сотрудничать с блогерами, которых ведет этот менеджер. Именно в Йоле? Нет, вообще не связан с Йолой. Не знаю насчет этого, но я уверена тоже, что немалую роль сыграл. Ну, типа, какого фига ютуб должен нас отвозить в Лондон на встречу ютуберов, если мы не подключены к ютуберской сети? Но мы же все равно на ютубе. Ну, да. Ну, не знаю, может быть... Ну, короче. Я снимала видео вообще на эту тему, я не знаю, есть ли смысл сейчас разглагольствовать, что нам должна давать партнерская программа. Ну, скажи, я помню, как мы с Юлей Годуновой общались, и когда она сказала, что ей дают ее партнерская программа, я такая... Ну, типа, романтируют ей, помогают, да. Ну, наши, типа, тоже могут. Оказывается, партнерская программа может... Каждый ролик, который ты делаешь, ты накидаешь ссылку, они тебе прописывают все теги, которые тебе нужно поставить, они тебе анализируют ролики, анализируют твой канал, они, там, не знаю, помогают в продвижении. Ты можешь прийти с ним в любой момент в офис и снимать там ролики, хоть каждый день использовать эту площадку как студию. Там есть зеленка, да, ну, типа, хромакей. Они могут помогать, ну, со всеми проблемами. Единственное, что они делали для нас, это удаляли ролики, которые задевали наши чувства. Ну, вот авторские права, то, что перезаливы, то, что с детства там оставались какие-то плохие ролики, нам хотелось все почистить быстро. Да, с этим проблем нет. Но проблема в том, что... Нет, даже не проблема, но, типа, весь абсурд этой ситуации в том, что это можно самому удалить, просто обратившись в поддержку Ютуба. Просто, конечно, легче скинуть штуку менеджеру и все такое. И все будет почищено. И быстрее это гораздо происходит. Но, короче, это так странно. Они еще предоставляют, типа, к музыкальной библиотеке доступ бесплатно, а я этого даже и, собственно, не знала. Какая у нас музыкальная библиотека бесплатная? Ну, типа, к... На Ютьюбе? На Ютьюбе? Ну, типа, по-моему, они... Наше? Ну, я не знаю. Ну, у Юлии Годуновой точно. У Юлии Годуновой, да. А у нас нет? Не помню, я что кто-то об этом говорил. Я там плачу каждый месяц тысячу с чем-то рублей, чтобы музыку... Вот музыку, которую вы слышите у нас с Кариной во влогах, в видосах, такая классная, на фоне, там кто-то поет, типа, не минусовки какие-то, как раньше, а именно вот какая-то клёвая музыка, это мы платим за подписку, где мы скачиваем эти треки, каждый месяц мы платим, чтобы мы могли использовать эту музыку в своих видео, у нас не снимали монетизацию. То есть это не просто какая-то музыка там. Да. Ну, короче, тупость, потому что они нам ничего не давали, и при этом 20-30% это реально много, это там от 50 долларов до 500 долларов ежемесячно мы им платили в зависимости от того, как много у нас выходит видосов в месяц. Просто ни за что, потому что мы не знали, что можно отключиться и не платить процент ютубу. Я всегда знала, потому что я всегда знала, что Катя Клэп работает с ютубом давным-давно. И я думала, блин, какая она молодец-то, потому что она английский знает. Типа, мне казалось, что там только так можно работать. Не, ну Катя Клэп, понятно, персона очень большая на ютубе, она и в Ревайн, по-моему, была, и всё такое, но... Ну, суть не в этом. Суть именно в том, что мы просто как бы этим моментом до какого-то времени не заморачивались. Что, жарка тебе? Нет, жвачка. Поэтому ты престираешь лицо. Так, всё, я сейчас возьму пакет, мусор соберу и можем... Девочки. Хочу вам показать просто что-то много картошки в миле оставила. Это чисто... Моя порция. Нормально. Сейчас я вам покажу ещё, сколько она бутера оставила. Сколько она ест? Вот посмотрите, это полная бутера. Она уже всё как бы... Все соусы сложила и ушла. Сумасшедший человек. Зачем она заказывает? Зачем ты заказываешь еду? В смысле? Ну, можно же просто не есть. Не есть. Посудимое количество. Ну, я просто наелась. Ну, как наелась? Я лучше с тобой потом ещё где-то в другом месте поем. Я вчера после нашей тусовки ещё дома кушала. Я не была голодная. Вообще не хотела есть. Но мне было жалко, что у меня есть вкусный рис, курочка. И мне надо это съесть, потому что сегодня я это уже не буду есть. Ну, короче. Ты тоже такая. У тебя тяжело есть что-то на третий день. Я вот чисто на второй день могу, на третий всё. Да, для меня это уже тухой продукт. Да. А у меня мама борщ на седьмой день в Аргентине. Даже вкуснее. Вау. На. Там ещё много. Я съела чуть-чуть. Да. Так что, собираемся, выходим. На улице снимать не буду. В этом югу сумасшедшую. Надо быстро добежать до машины, быстро сесть и аккуратно, очень медленно доехать. Мы пришли в Старбакс, чтобы покушала Карина. У меня фотосессия еды. Да. А я что, я веду дневник питания, как старый добрый мой хорош. А по сути, зачем ведёшь? Для себя? Для себя, да. Мне нравится это. Ну, не только для себя, мне нравится... Ну, ты, получается, каждый свой приём фоткаешь? Ну, картошку приёме фоткала, которую ела. Но я съела 10 штук. Типа, я это учитываю в голове, держу, но... как бы не скрываю, но при этом, да, это что там, чипсы? Типа, картошка такая? А я думала, чипсы. Кока. Да, веду эстетический дневник питания. Ну, как эстетический, не всегда получается, но... Ну, прикольно. Я бы тоже хотела, наверное, как-то вести, но, мне кажется, у меня каждый день одно и то же. У меня тоже, в принципе. Плюс-минус. Но у тебя нет смысла, ты же не пытаешься похудеть или набрать. Но ты это делаешь для того, чтобы похудеть? Чип того, да. Нет, чтобы заполнить каждый день, что я кушаю. Когда так сильно любишь еду. Я себе ничего не взяла, даже кофе, потому что кофе я уже сегодня пила, и я не люблю двое раза в день пить кофе. О, Рус. Молодец. Мне плохо потом от него. И вообще, я кофе люблю только дома, вот что я поняла. Я ненавижу в кафе, где-то брать кофе, потому что они туда добавляют не знаю, какое молоко, но у меня потом живот как будто раздувается, и я на протяжении всего дня чувствую, что как будто бы мне в живот не знаю, чего закачали. Прям очень неприятные чувства. Поэтому я стараюсь кофе пить только дома. И какое-то молоко используешь сейчас. Ты еще безлактозный? Да, парамалат, синий, безлактозный. Ну, мне нравится, не знаю, я от своего кофе не чувствую никаких. Ну, как-то не знаю, просто я привыкла. Ну, типа да, я просто привыкла один раз в день кофе пью, когда просыпаюсь, и все. Хотя иногда мне бывает мало этого стакана, но потом я думаю, типа, ну ладно, пока я пью кофе, обычно я успеваю накраситься. Я не так, что, знаешь, выпила весь стакан, я по чуть-чуть пью. О боже. так что приехали в Батриум, чтобы посмотреть, возможно, какие-то подарочки для наших вторых половинок, потому что завтра 14 февраля, и походим, гуляем, посмотрим. Тебе надо что-то еще для себя, например? Для меня мне ничего не надо, мне по-моему, мне вроде тоже для себя ничего не надо, но вдруг увижу. Не знаю. Кайф в том, что даже сейчас, если на влог я запишу, что я, например, купила Славю в подарок, он мне просто будет. Нет, дело в том, что он даже если посмотрит, он-то увидит это завтра, а я ему могу сегодня ночью уже подарить. Ну, типа, завтра, то есть. Я тоже уже в голове у тебя это прокрутила, что, типа, ты можешь снять, что я подарю Осту, потому что он не смотрит ни твои, ни мои блоги. Ну, мои иногда чуть-чуть. Мари, иногда чуть-чуть, но еще режут. Ну, понятно, но Слава тоже мои влоги не смотрит. И угад в том, что недавно он мне такой говорит, что ты там за историю в телеграме рассказывала? Я такая, типа, что? Какую историю? Ну, ты там что-то записывал? Я, типа, не дослушала что-то там до конца. Я такая, ты слушаешь мой телеграм? Это просто к тому, что Слава не смотрит мои влоги, поэтому, в принципе, я могу даже его голым снять, он об этом никогда не узнает. Ну, наверное, напишут, но он подумает, шутка или типа... Ну, нет, ладно. Такое я, как бы, делать не собираюсь, но это, как бы, к тому, что... Ну, он реально не смотрит мои влоги и не смотрит мои сторис. Я на него за это не злюсь, не обижаюсь, мне, как бы, кофе. Какие-то он смотрит, может быть, редко, но в целом не смотрит. А телеграм он мой читает. Я говорю, охренеть, оказывается, чтобы ты услышал и узнавал, чем я занимаюсь на протяжении всего дня и слушал мои какие-то бесконечные истории в интернете. Мне нужно было завести телеграм. Интересно, мы будем с тобой дальше? Конечно, будем. Когда дети появятся, ну, не сразу, я думаю, но... Ну, мне кажется, годам к 34-5 наверное, захочется уже такой вот отдых, просто приехать на дачу, спокойно посидеть. Нет, ну, нам сейчас тоже хочется, просто это реже слушая. Ну, да. Ну, нет, да, что-то прикольно, просто обычно молодым там не особо весело. Плюс у нас такая городская движуха, конечно, поэтому хочется постоянно в центре где-то находиться. Хотя мы не тусовщики, но вот в плане то, что работы, деятельности какой-то, да и в принципе ТЦ сгонять, там, ну, что-то такое, вот даже, как сейчас, в реестик сходить. Все равно прикольно. Все равно прикольнее, чем, ну, на даче как бы торчать. Ну, дача-то хорошо, но редко. Короче, мы с Кариной сначала зашли в Юникло, потому что я думала посмотреть Славе какой-нибудь классненький костюм, но в итоге, короче, Карина подкинула мне офигенную идею по поводу наушников, потому что она хотела Воску взять как раз наушники, и я их взяла, и я тоже. На самом деле, это класс, потому что Славе реально нужны хорошие наушники, вот такие, новенькие. Ну, не, я, кстати, не новую модель взяла, потому что, по-моему, они для нас даже и неудобные. Ну-ка, сюда быстро. Посмотрите, какая маска. Здрасте. Офигеть. Маска, видишь, какая? Это я понимаю, мода, а не у тебя. У меня вообще вон какая. Кстати, вчера остырила с мероприятия, не, не с мероприятия, с ресторана. Боже, я такая чувствительная к таким вещам. Мне такое больше нравится. Да. Классно. Да, с таких ноги не будут сильно потеть. Клевая коллекция. Я хочу. Ты знаешь, что Michael Kors в Америке считается ниже сегментом? Так же, как и этот Tommy Hill Figure? Да, да, да. Так. Она вот так вот сделала. Типа, идите, я знаю, что вы ничего не взяли. Как и Tommy Hill Figure. Типа, мне Надя говорит, что в Америке это вообще считается, ну, типа, что это для бомжей. Ну, не для бомжей. Ну, да, да. Ну, имеется в виду, просто я тут как-то зашла, на кофту потратила 20 тысяч одну. Ну, типа, это жесть, да. У нас на самом деле, да, гораздо выше цены на эти бренды здесь. И так как зарплаты небольшие, то мало людей себе могут позволить сумку Майкл Корс. Вспомни нас, когда мы только начали, типа, такими вещами пополнять свой гардероб. Да. Мы просто офигевали. Там сумка стоит в Америке, типа, 200-300 долларов. Что такое 200-300 долларов, когда у тебя зарплата 3-4 тысячи долларов стандартная? Точно. ничто. Там, типа, это нормально считается. А у нас это прям реально. Я помню, как в универе я видела девочек с Майкл Корс и думала, господи, такие богатые. Не, ну, Майкл Корс хороший, ну, как бы, стопудово хороший бренд, что такое, без базара. Просто имеете в виду, что все равно уровень жизни везде разный и зарплата тоже для нас это как бы недешево, а в Америке это кажется не так сильно дорого, как для нас, короче. Что, мы на парковку? Ну, я все купила. Так я тоже. Мне ничего не надо. Погнали. А девочкам обычно никогда ничего не надо. Последствия все эти девочки-блогеры, которым все и так рассылают. Короче, мы уже едем и у нас на районе есть старинный кинотеатр. Вот. Спутник называется. И мы в детстве туда ходили и там такие, знаете, сидения, как в каком-то театре, только старое именно такое вот. Ну, я не знаю, просто интересно, Карина сейчас предложила, говорит, давай как-нибудь туда в кино сходим. Мне кажется, туда со своим надо приходить, типа с чистыми. Слушай, я сейчас посмотрела так вдалека, там как будто двери отремонтированные, что ли. Ну, вот интересно. Может быть, там сделали нормальный ремонт и там нормальный кинотеатр, но раньше это было типа что-то супер бюджетное, куда, наверное, с Кусю возили. Родина-то вообще. Там вообще тоже такая... Ну, Родина-то хорош кинотеатр был. Это сейчас он загибается, наверное, от того, что рядом построили кронверк, вот это всё. Да вообще, в принципе, просто кто, ну, не знаю, сейчас столько классных кинотеатров и... Ну, хотя я не знаю, может быть, поехали. Может быть, там, может быть, конечно, цены прям намного дешевле, но вроде нет, уже давно не была. Блин. Родина-то тоже можно сходить. Я как вспомню, вообще раньше для меня кино было, еще, наверное, до знакомства с тобой, это чисто, чисто один раз в год с родителями на мультик. Да. Порно куча закупинцев, типа, это праздник реально. Да. Так же, как у Макдональдс, раз в два месяца после зоопарка, что-то такое. Да-да-да. Потом, когда я встретилась с тобой, мы ходили в кино каждую неделю, это, наверное, было единственным, чем... ну, не единственным. Ну, мы с тобой, что, у нас с тобой какие движухи были? Мы ездили в ТЦ, гуляли по магазинам, Бершка, Стродивариус, Декатлон, да-да-да, в кино ходили, в Макдональдс тоже, ну, типа, вот наши развлекухи, на каток мы еще ходили. Ну, реже-реже. Ну, это да. Мы ходили реально, типа, вот каждый новый фильм мы ходили в кино. Ну, типа, у нас, по-моему, раз в неделю, обязательно там, в субботу, например, мы идем в ТЦ. Обязательно надо было купить одну или две футболки какие-нибудь новые. Я на газ там перемещаюсь просто. Ну, вот, встряли. Ну, сейчас машина сзади проедет. Хочет повернуть. Ну, так, для того, чтобы повернуть, надо показывать поворотники. Мне так близко тупые. Я не знаю, как ехать. Осторожно, но вот там, по-моему, есть место. О, боже. О, господи. Я не хочу. А как мы тут проедем? Никак. Мы тут не проедем. Вот как люди машины ставят? Вы вообще себе это представляете? Не, я не буду. Да это дичь. Сейчас еще из-за снега не туда поведет. Он поставил, типа, на времечко маленькое-маленькое забегу. Чисто посмотреть глазочком. Так что сдаем назад. Я в шоке. А мне нравится такое экстремальное вождение получается. Я знаю, что тебе нравится. Уа, дрифт. Блин, ну это жесть. Там можно было бы встать, если бы не та машина. А что, ехать куда-то, правильно? Ну да. Опять по такой дороге. Ну вот сюда заныривай. Блин, жестко как-то. Ну если что, толкать будем. Не хочется. Сейчас я вот сюда попробую. Ты что, так разогналась? А это не здесь? Блондинки такие. Фу, грязь, выпри. Я с помощью на встать и подумываете, интересно. Нет. Я боюсь. Ребята, вы видите, что здесь происходит такое? Да. Лучше не останавливаться в такой погоде с таким снегом, потому что еще встрянешь. Просто вот сними вот эти машины бедные. Да. они точно не выйдут, пока ничего не растает. Либо им лопату покупать надо. Или снегоход такой-нибудь, снегу портит машину. Блин, ну это жесть. Я хочу, чтобы закончилась такая погода. Ну вроде сейчас не падает такой сильный снег, как было даже утром. Это своего рода аттракцион на самом деле. Да, я хотела сказать, что после такой погоды в Москве вообще можно забыть про парк аттракционов и не надо будет. Мыслимо одно, но там же. Вот пока вот это все, мне даже не хочется машину свою брать, потому что я просто волнуюсь, что я потом не поставлю, потому что мое нормальное место займут и мне придется реально выкапывать себе место. Так, ребят, я уже дома. И знаете, это так тупо, то, что я решила снимать неделю влогов именно тогда, когда на улице творится просто вакханалия и лучше всего и безопаснее всего находиться дома. Мы даже не смогли попасть в продуктовый магазин, поэтому я сейчас лежу и выбираю продукты на Яндекс.Лавке, кстати. Хоть это и не реклама, но они очень быстро обычно привозят еду и тут больше той еды, которую я люблю. На Эко-маркете я обычно заказываю стейки, потому что для меня они там просто там очень хорошие стейки, филе миньон, но по сути все остальное можно и на Яндекс.Лавке заказать, и поэтому не знаю. Просто на Эко-маркете нет, например, всяких чипсов обычных, которые мне нужны, там все слишком экологичные для меня. Так, чего же я хочу? Я уже тут набрала, конечно. Ни в чем себе не буду отказывать. Хм, уже на 2000 набрала, я уже не знаю, что взять. Но мне надо еще 300 рублей потратить, чтобы бесплатная доставка была. Так, принесли Яндекс.Лавку. Сейчас я в Евене, да, вкусняшку, а то она такая грустная, собачка. Все маски уходят. В Евене. Ой, весь день сегодня грустит она. Так, давайте смотреть, что тут такое из Яндекс.Лавки. В последнее время я стала фанатом кушать именно с солью. У меня постоянно меняются предпочтения вкусовые плани чипсов. Сначала я обожала зеленый лук, потом я долго ела скрамом, потом я начала есть бекон, потом сыр. Сейчас, короче, мне очень нравится соль. И самое интересное, когда я приходила к своему мастеру по маникюру и педикюру, и что-то я была голодная, и я такая, типа, ой, есть, что порзевать. Она, короче, насыпала мне чипсов с солью. Типа вот в такую емкость. И я не знаю, но это так вкусно, блин. У меня тут уже стоят чипсы. И самое тупое, что из-за того, что мы поздно ужинаем и потом сразу практически, ну, не сразу, но типа не голодные и ложимся спать. Я не знаю, когда я в последний раз ела чипсы. Вот буквально два дня назад я насыпала чипсы себе с солью тоже. и они стоят. Просто я их не ем. У нас много чипсов, реально. И я слава, как у... Сейчас. Давай сегодня пораньше поужинаем, чтобы попозже покушать чипсы, потому что я очень хочу пожать чипсы. Заказала Литвина. Можете ругать меня за это, но у меня попик. У меня реально попик. Я обожаю Литвина. Хлеб. Курочка. Первый раз такую заказала, Карина сказала, что вроде норм. Сосиски. У меня кто-то спрашивал, какие сосиски я люблю. Это самые вкусные. Бабарский, Дымов. Это самые вкусные сосиски. Я ненавижу вот эти вот молочные или сливочные какие-нибудь там, которые короткие. Мне нравятся вот эти, потому что они как будто хрустящие. Ну, в смысле, я их варю, но просто вот нет ощущения, что я ем очень... Я ненавижу очень мягкую пищу. Ну, кроме пюре, например, там, ну, суп. Но я веду, что мне нужно ощущать то, что я пережевываю продукт. Я не люблю, поэтому тоже мне там не нравятся какие-то устрицы вот это вот из клиз какая-то по тебе потекла. Я это ненавижу. Поэтому, ну, короче, к чему я? Просто вот эти сосиски реально топ. Мне за это не платили, но если бы заплатили, я была бы вдвойне рада, потому что реально всю жизнь ем только эти. Не вру. Вот тут сосиски. Две осталось. Ну, я обязательно завтра съем опять сосиски с макаронами. Я обожаю. Просто на прозапас беру, потому что очень тупо начинать неделю в логусе именно сейчас. еще заказала такие же макарошек, как в тот раз, несмотря на то, что они такие маленькие здесь. Ну, макароны, какие макароны. Принцип, сказать особо про них больше нечего. Длина мармелада. Я не особо прям фанат маржеладок, но иногда прикольно пожелать. Так, у нас тут какая-то бакханальница. Вот только сладости. Короче, я обожаю туалетную бумагу собирать. Сейчас вам тоже кое-что покажу, прежде чем начну готовить, а потом уже спокойно буду готовить. Короче, открываю. Я не люблю, когда они в пакете стоят. Сейчас все вам покажу. Короче, недавно я разбиралась в полках. Сейчас вам тоже быстро покажу. Видите, здесь у меня очень много разных продуктов стоит. Вообще, они стояли в ванной вот там. Но я решила сейчас там оставить столько такое, чем, ну, грубо говоря, чаще пользуемся, чтобы здесь освободить местечко. И просто, ну, короче, блин, люблю, понятное дело, когда ничего не наставлено. И меня просто бесит, что там постоянно все стоит пылиться. Я это и не вижу, и пылиться, и лучше. Ну, короче, я решила так. Я просто разбиралась и много всего мы разобрали. Вот, кстати, хлам. Ну, как тут не все хлам, но типа пластинки, ботинки, которые там не носим, еще что-то. Обуви много разной, старой, которая там для дачи сгодится, какие-то штучки, книги какие-то. Тут тоже всякие какие-то коврики. Вот это вот, да. Ну, короче, собрали вот это все завтра, ну, не завтра, послезавтра, не знаю, когда Слава повезет к себе на дачу. Вот. Освободили пространство, и я люблю, когда туалетная бумага стоит вот так. У нас это как раз практически напротив туалета, и ты можешь такой зайти в туалет, такой, собираешься сделать какие-то дела, а потом обращаешь внимание, что нет туалетной бумаги, быстро выходишь, берешь и возвращаешься к своим делам. Короче, такие подробности, ну, блин, что, мы все люди. Здесь всякие продукты мои стоят, я ими не часто пользуюсь, но, по крайней мере, здесь я хотя бы могу посмотреть, и примерно я знаю, что где стоит. Поэтому, а здесь вообще бомбочки для ванны, поэтому они как бы тоже прикрывают какую-то, скажем так, какой-то, ну, это не беспорядок, я не считаю это беспорядком, просто все стоит вот так вот. Тут полка вивьены, вообще, в принципе, вот эти шапки можно убрать наверх, то есть я туда все это убрала, тут две мои шапочки любимые стоят, смялись маленько. Короче, здесь вообще полка вивьены, это я так сюда забросила, потому что вивьена редко здесь чем-то пользуется, но здесь, например, я расческа, которую я всегда пользуюсь, когда ее купаю, да, мой маленький, ну, никогда купаю, а чтобы вычесать все, расчесать, то есть в принципе я не могу сказать, что я вивьену расчесываю каждый день, потому что это не так. Тут ее пеленки, вот, ну, и в принципе, в принципе все. Здесь у меня все моющие средства, и то не все, но, ну, да, наверное, скажем так все, на балконе там, парочка каких-то стоит. Тут какие-то ботинки, сумка вивьены, там пакет с одеждой вивьены, здесь тоже одежда вивьены, это на самом деле ор, я не понимаю, зачем столько одежды, я ей заказываю, ну, плюс еще много бесплатно дарят, разные магазины, да, для животных, я как бы не отказываюсь, не знаю, вообще, ведь она у нас не гуляет, ну, может быть, погуляем попозже, не знаю. Тут у меня тоже обувь стоит, какая-то, здесь вот пусто, я достала новые инуики, сейчас с них хожу, здесь тоже все нормально, вот как раз инуики, в которых я хожу, я поставила, ну, вот так вот не стала их ставить, чтобы, если что, не это самое, тут вообще обуви никакой не стоит, только здесь в коробке мои черные ботинки, вот эти, то есть у меня вся обувь чистая, я ее всю мою, здесь тоже, вот тут как раз мои сломанные инуики стоят, я их вот, не знаю, может, на дачу отвезу, короче, не знаю, ну, я не знаю, зацепилась за что-то на Алтае, может быть, и, короче, сломала эту штуку, тут мои уги старинные, тут, видите, даже какая-то фигня, ну, это такие чисто ботинки, надо о чем в них поехать, еще что-то там, еще какие-то ботинки, тут кроссовки стоят, которые Пумы подарили мне на день рождения, можно глянуть, но я их в сторис показывала, вот они, ну, пока кроссовки куда, только и вот на спорт, и вот эти уги, я тоже хочу отвезти на дачу, потому что я их уже не ношу, вот так, кстати, по поводу обуви инуики, хочу оставить на них ссылку, потому что я просто фанат этих ботинок, я не знаю, я уже в сторис, конечно, много раз рассказывала, я понимаю, что, наверное, надоело, но когда ты очень сильно что-то любишь, ты не можешь об этом молчать, мне очень нравится, я, кстати, взяла 39 размера, хоть у меня 38, но я их брала с учетом того, что еще буду теплые носки надевать, еще что-то, то есть такие прям очень теплые, но я и в обычных носках хожу, и мне в них очень тепло, сами представляете, тут еще подошва очень толстая, то есть за это тоже можно не переживать, поэтому обязательно посмотрите, обратите внимание на эти ботинки, сейчас вам покажу еще одни, и Нуики, они немножко другие, Вивочка, вот так вот выглядит красиво, вот такие, они уже, кстати, 38 размера, и они немножко другие, то есть это уже, тут уже не такая подошва толстая, видите, как здесь, то есть вот можно даже сравнить, насколько они отличаются, ну, то есть как бы разные такие модельки, эти более толстая подошва, эти уже такие, ну, когда потеплеет, и вот здесь тоже выглядит по-другому, то есть вот чем я рожу с этих инуик, они выглядят как будто непонятно, где какая вообще нога, ну, как бы реально вот так смотришь, непонятно, это правая или левая, поэтому здесь еще написано, где, ну, правая, вот, видите, и типа левая, а здесь уже понятно, на этой модели, здесь уже сразу видно, где право, где лево, то есть нету таких вопросов, Ютька, нравится тебе? Вот, так что это 38, это как раз-таки уже, когда чуть потеплеет, ну, хотя, в принципе, в них и сейчас будет тепло ходить, не знаю, что я так говорю, просто вот пока что, кажется, это самые мои любимые, но эти тоже классные, они вообще абсолютно разные бывают, я смотрела тоже, каких их только не бывает, удивительно, я узнала про этот бренд совершенно недавно, но, оказывается, он давно уже есть, Дед Мороз пришел, да, это хороший Дед Мороз, это тот Дед Мороз, которого я заказывала, люблю, когда много туалетной бумаги, эта привычка у меня осталась, с коронавируса, с этого карантина, когда все закупали с туалетной бумагой, мне так спокойнее жить, сейчас вам покажу, расскажу, как я делаю, офигеть, какой вкусный рис, басмати, белый, ароматный, я беру вот такой вот, обычный стакан, чтобы приготовить рис на две порции, прям хорошие такие порции, что, вот если вы фанат риса, прям много вам его надо, вам хватит, обоим, чтобы приготовить такой рис, достаточно одного, такого стакана, на один раз, на две порции, но поскольку я не хочу каждый день стоит готовить рис, я делаю два стакана, в итоге мы его даже не доедаем, в принципе, можно и полтора стакана, но для меня так сложнее вычисления всякие, по поводу добавления воды, понятное дело, я беру вот такую штучку, и мне нужно промыть рис, два стакана риса, берем сливочное масло, можно любой фирмы, просто сливочное масло, я начинаю сразу промывать рис, в первую очередь, потому что потом, я буду растапливать масло, в кастрюле, и пока растапливается масло, у меня будет стекать рис, ну, у меня такая схема, не знаю, я уверена, многие из вас умеют готовить рис, но обычно с этим у многих проблемы, я сама только недавно научилась его делать, ну, как недавно, уже нормально месяцев, и суть заключается в том, что я научилась готовить его идеально, то есть в ресторане не такой вкусный рис, ну, в некоторых ресторанах, не такой вкусный рис, как делаю я, даже в хороших, дорогих ресторанах, ну, как бы, я понимаю, у всех свои методы, но вот мой рис, еще был вопрос, типа, сколько масла отрезаю я, ну, вот, например, на два стакана риса, которые я вам показала, да, вот такие стаканчики, очень большие, средние, ну, даже, ну, да, средние, сейчас покажу, сколько я, на самом деле, масла не жалею, сейчас просто месяц, кусок, я масла не жалею, потому что, когда много риса, понятное дело, нам нужно быть, идеально, чтобы весь этот рис пропитался маслом, вот столько я прям возьму, да, может быть, кто-то и побольше взял бы, или поменьше, но мне вот столько прям, мне вот, вот такой вот кусочек, думаю, прям, думаю, прям хорошо зайдет, ну, я бы, мальчистое, собака сутулая, так, включаю, у меня индукционная плита, потому что у всех плита разная тоже, ну, ну, вот так, на шестерки, сейчас оно будет топиться, у меня достаточно быстро все нагревается, топится, в принципе, нож мне уже не нужен, и следующее, что мне нужно, на два стакана риса, мне потребуется, четыре стакана кипятка, так, он у меня так долго будет топиться, может, посильнее, поэтому я сразу подготовлю два, и потом еще были два, потому что, ну, у меня такая технология, но это не обязательно на самом деле делать, можете не подготавливать, просто я так люблю, так, у меня сейчас нагревается, топится, вот так вот это все выглядит, быстрее, 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 я никуда не тороплюсь, в принципе, но просто, чтобы вам тоже было не скучно, и теперь, и теперь мне нужно обжарить рис, ну, не надо прям обжаривать, это так, но просто пусть он немножко окрепнет, хорошенько еще впитает в себя, это масло, хотя все равно пока будет вариться, впитает, то есть, по сути, можно добавить еще масло, как вы видите, рис у нас все еще выглядит беленьким, но это фигня, это неважно, нормально масло мы добавили, ничего страшного, будет очень вкусно, можно чуть сбавить, на шестерку, ну, и все, и просто, вот сейчас чуть-чуть подождем, потом его опять покрутим, повертим, потом еще подождем, ну, вот в том рецепте, по которому я делала, там было написано, типа обжаривать в течение пяти минут, но я такой фигней не занимаюсь, я быстрее намного все это делаю, и, опять же таки, у всех разные плита, разные мотивы, и потом типа варить в течение получаса, у меня тоже быстрее, если честно, рис сваривается, короче, одной рукой неудобно, но он немножко типа приклеивается, поэтому я обычно держу, и прям его хорошенько, ну, короче, просто вот так вот из стороны в сторону, ну, пять минут это как-то много, достаточно, мне кажется, и двух, ну, трех минуток, просто, чтобы он хорошенько, можно так его и не держать, можно постоянно его крутить, вертеть, но, мне кажется, ничего не изменится, и, в принципе, непонятное дело, и непонятно вообще, зачем его так поджаривать, ну, наверное, для того, чтобы он точно был рассыпчатый, может, хрен пойми, но просто по этому рецепту реально всегда все получается, так что делаем, мои хорошие, именно так, как я и сказала, никак иначе, не сворачиваем пути, этот рецепт научил меня, просто видео из инстаграма, или из тиктока, какая-то девочка сделала, и вообще, большое спасибо, понятное дело, что пока сам не попробуешь, я пробовала по ее рецепту, у меня не с первого раза получилось идеально, но съедобно было, пару раз я его переваривала, и раньше, пока я отрабатывала эту технику, я пробовала рис, то есть я постоянно сомневалась, вдруг надо добавить воды, еще, вдруг он у меня еще не готов, а воды уже не осталось, сейчас я уже так не делаю, сейчас у меня уже все отработано, вот сейчас я кручу, верчу рис, и, в принципе, он уже такой весь, знаете, ну, по нему уже видно, что это уже не та жижа, которая была, то есть по нему видно, что он уже где-то что-то поджарился, ну, как поджарился, просто окреп, малек наш, я всегда начинаю ужин с гарнира, потому что иногда прикольно гарниру настояться, например, гречку я готовлю вообще максимально, чуть ли не заранее, готовлю гречку, и потом еще где-то полчаса, в идеале, я ее просто держу в горячем месте, под одеялом, покрывалом, там где-то в комнате, и водичка впитывается, то есть я всегда оставляю у гречки немножко воды, ну, у всех свои методы, да, просто я вот делаю так, в принципе, можно уже добавлять воды, сейчас будет, конечно, атас, готовьтесь вам хорошие, но так всегда, вот почему я хочу сразу использовать две, а теперь мне нужно наливать еще, теперь я это все перемешаю, потому что у меня на стенках есть немного риса, и понятно, что-то повыгаривалось у меня, и понятное дело, нужно посолить, как я солю вообще, с ума сойдете, потому что я без понятия, но в какой-то момент я должна почувствовать, что мне пора остановиться, вот так я солю, солю, и я пока не знаю, куда я остановлюсь, пока я не считаю нужным, думаю, примерно сейчас, да, и будь что будет, я не знаю, то есть я солю на глаз, офигенно, теперь можно еще раз перемешать, ну, это не обязательно, но я просто так хочу, видите, желтенькое, это у нас как раз таки масло, и будет очень вкусный сливочный у нас рисочек, и все, я закрываю крышку до самого конца, сейчас мы протрем рис, ой, рис, уберем вот этот рис, и все, у меня стоит на пятерке, то есть из девяти на пятерке, ну, кому интересно, да, чтобы вы понимали, на каком примерно огне, я все это дело варю, ну, такой, умеренный, типа, не слабый, ну, средний, скажем так, иногда вода, иногда поднимается пар, пузырьки, и тогда я могу приоткрыть крышку, выпустить, и закрыть заново, то есть, в принципе, сейчас давайте будем даже, как-то все это дело засекать, в какой момент я начну сбавлять, сейчас 18.51, когда я закрыла крышку, в принципе, вот, ну, вы видели мои действия, немного времени прошло, так что в следующий раз посмотрим, сколько будет, когда, буду сбавлять я, когда буду видеть уже рис, когда я уже не увижу много воды, а буду видеть много риса, я поставлю на четверку, и с каждым разом буду делать все меньше и меньше, а потом вообще долго у меня будет стоять на двойке, или на единице, ну, в общем, примерно такая схема, и пока у меня там делается рис, а мы с вами сейчас начнем делать курочек, вот видите, просто иногда бывает, что оно сильно поднимается, и я приоткрываю, суть в том, что раньше я всегда курицу делала в панировке, в сухарях, и это как бы тоже вкусно, но это настолько по-другому, по вкусу получается, а сейчас я делаю по-другому, как делает моя подружка Карина, и я просто фанат, и еще есть одна проблема, Слава не любит острое, а я обожаю острое, и мне приходится делать две разные курочки, ну, не, это не сложно, просто одну партию не сыпать специями, не так вот, поэтому, в принципе, ничего такого, рис у нас поковарится, все в порядке, я промываю курочку, короче, сейчас я обработаю курочку, ну, я думаю, это все умеют, а потом просто покажу, какими специями я пользуюсь, и пока что у нас рис все еще, ну, чуть-чуть виднеется, но можно еще так пока подержать, а скоро уже начнем сбавлять, так что сейчас я обрежу вот эти все штучки, которые я не люблю, вот эти вот попки, и сделаю их тоненькими, использую прибор, и нож мне понадобится, и покажу уже дальше, какие движения у меня будут, ну, вообще, в принципе, можно и сейчас сбавить, давайте сейчас сбавим, на четверке долго постоять, так, 18,54, сбавляем до четверки, и пусть он так подольше как раз постоит, если долго будет стоять на пятерке, на сильном таком огоньке, то просто вода вся выйдет, и не хватит нам тогда жидкости, чтобы рис был как надо, ну, короче, четверка, оставляем, а я делаю курицу, так, ребята, 18,57, я сбавляю вообще до двойки, потому что вода начала прям уходить, видите, как хорошо рис видно, такие точечки, так что пусть стоит в двойке, ну, понятно, что там есть еще вода, хотя, как будто и мало, может мне надо добавить воды, ну, ладно, пусть на двойке стоит медленно, потом разберем, так, ребят, 19,01, я сбавляю, на единицу, потому что тут у меня уже все в таком тихом состоянии, и пусть она так долго стоит, можно еще вот так вот положить, то есть по сути, чтобы там, даже если есть на донышке водичка, пусть она просто впаривается в рис, надеюсь, что все получится, так, а я вот тем временем отбиваю курочку, такие кусочки у меня, ну, тут какие-то маленькие есть, большие кусочки, которые получились, просто, ну, короче, так, ребят, вот я разложила курочку, которая у меня получилась, вот эти я буду не сильно специями посыпать, потому что Слава не любит, как я и сказала, а эти я не буду жалеть всех специй, я не знаю, я просто обожаю острое, ну, не сильно острое, но вот именно курочку, вот такую с теми специями, которые я посыпаю, мне очень нравится, так что сейчас вам покажу, что я использую. Свои курочки я посыпаю вот этим перцем, прямо жалею, соль, славины тоже солью, следующий этап, я беру паприку, она как раз-таки добавляет конкретной остроты, всех ваших ощущений, так, в славе я использую вот этот перец, потому что все-таки совсем без специй, тоже такое себе, так, теперь я их всех, ну, это не обязательно, но просто, чтобы точно впиталось, переворачиваю, славе, я сейчас не буду трогать этими руками, и славину курицу я буду готовить первой, капельюсечку, переворачиваю, заново, но уже не в таком количестве, а просто такой заключительный этап, тут уже чуть-чуть, я себе тоже паприкой посыплю, с этой стороны, но уже поменьше, а то просто раз я переборщила, что даже мне было остро, и еще я посыплю себе тоже этим перцем, но уже с этой стороны, да, это будет просто взрыв всех моих вкусовых рецепторов, а рис у нас стоит вместе с лавашом из морозилки, у меня свой собственный способ, ну, не собственный, не я его придумала, мне подсказали, ну, я просто люблю лаваш, и его можно заморозить, вот у меня здесь еще три лепестка, я их просто вот так в отдельный пакетик кладу, они такие прям замороженные, и просто за 20-30 минут до ужина достаю, и не обязательно его на теплое место класть, просто он сам разморозится, но так будет быстрее, так что начинаю готовить курицу, так, сейчас у нас 19.16, и я выключила рис, который стоял у меня на единице, все это время, сейчас у меня делается курочка с лавой, а там вся в паприке моя, и обычно, когда у меня курочка жарится, я могу убрать все, что мне тут мешает, посудомойку, и, кстати, хотела бы сказать еще, что я использую вот такое масло, мне очень оно понравилось, то, что оно пшикается, тоже прикольно, надо будет, кстати, купить, потому что оно уже заканчивается, жарю на таком масле, и я закрываю крышкой, мне так больше нравится, она более сочная получается, ну, у каждого свои методы, тадам, вот наш прелестный ужин, вот посмотрите, какой получился рис, видите, идеальный, хотя, не знаю, еще попробую, супер, рис получился хороший, вот моя курица, ядреная, вот славина, сыр, огурчики, хлебушек, пенишка, бакальчик, все, можно начинать, сейчас 19.39, у меня все готово, ребята, у меня садится камера, и нет фокуса, поэтому я с вами прощаюсь, я сейчас буду кушать, кайфоваться, отдыхать, потом пойду монтировать этот влог, надеюсь, что он вам понравился, если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, ну, короче, вы все это знаете, всех люблю, целую, обнимаю, если кушаете, то приятного аппетита, и всем пока!